Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет мукбанг с колбаской с салями. Можно назвать это такой, знаете, завтрак. Я, как всегда говорила, вам люблю сочетание сладкого и соленого. Обязательно после еды я должна покушать что-то сладкое, поэтому решила в мукбанге все это применить. У нас, значит, здесь колбаска с салями. Вот так вот она выглядит. Я вам в инста-сторис показывала, когда покупала. Здесь сыр, который мама привезла из деревни, прям из-под коровы буквально. И здесь вот такой вот перец. Вообще приготовила лаваш, чтобы заворачивать это все. Для меня это завтрак, потому что я встала где-то... Во сколько я встала? Где-то в 9 встала, а сейчас время... В поладенство. Делаем вот такую вот шаурму. И кушаем. В Азербайджане очень много дешевых всяких колбас. Но их просто есть невозможно. Они настолько невкусные. Я вам в инстаграме показывала. 150 грамм хорошей колбасы. Стоит, внимание, как вы думаете, сколько? Около 500 рублей. У меня иногда такое ощущение складывается, что у нас дома живет привидение. Когда я начала снимать это видео, я хотела найти свой старый микрофон и подключить его. Перевернула весь дом буквально. Нигде нет микрофона. Я точно помню, что я оставляла свой микрофон в ящике около компьютерного стола. Я знала. Смотрю в этот ящик, в ящике ничего нет. Вот я давно слышала, что есть такое понятие, как домовой. Он прячет все. Но сегодня я в этом убедилась. А еще, когда я искала и переворачивала весь дом, чтобы найти микрофон, знаете, что я нашла? Там я нашла чехол от своего телефона, который я уже ищу полтора года. Телефоном я уже не пользуюсь. Телефон я уже поменяла. А чехол только нашла. Прям абсурд какой-то. И вот часто такое бывает. Я раньше слышала, что есть такое, как домовой. Он прячет все. Здесь добрый домовой и злой. Но это интересная штука, конечно. Может быть, из-за этого я боюсь оставаться одна. Мне кажется, что у нас дома кто-то живет. Вот реально. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, это ерунда или нет. Были ли у вас случаи. А еще, кстати, я замечаю в комментариях, что люди пишут, вот ты всегда берешь вопросы за инстаграма, а никогда не берешь из ютуба. Так вот, я решила это исправить, если вы хотите, чтобы я обсудила какую-то тему в следующем своем видео. Или мы все пообсуждали вашу какую-то историю или что-то еще. Напишите, пожалуйста, под этим видео. Именно вот под этим. Не надо писать под каждым видео. Либо вашу историю, либо просто какой-то вопрос, который вам интересен. Ммм, насколько вкусная колбаска, ребята. Я еще очень люблю именно нарезанную. Она настолько профессионально нарезана, настолько аккуратно, что это вообще... Я стараюсь в последнее время все комментарии читать, по возможности отвечать и лайкать. Я очень рада, что в последнее время очень мало негатива, плохих комментариев. Я не знаю почему. Вот у меня бывает такое, я сниму видео, и все, грязью начали обливать меня. А иногда бывает. Сниму видео, все такие, круто, классно, айка, молодец. У меня сосед, очень странно стоять на балконе. Как будто хочет проситься. Не понимаю людей самоубийц, честно. Жизнь прекрасна. Ничего не стоит того, чтобы ты бросался. У нас в универе, когда училась, был мальчик, который на 3 года старше нас. Вот мы учились в универе, потом узнали, что он, оказывается, бросился. Бросился. Ладно бы еще, знаете, девочка сделала такой поступок. Мы же как, мы же женщины, знаете, более эмоциональные, чем мужчины. Вот. А когда мужчина, то вообще, я не поддерживаю такие вещи. Я считаю, что что бы в жизни не происходило, это не стоит того, чтобы бросаться откуда-то, убивать себя. Ведь мы не знаем, что после смерти. Подбросились мы. А что дальше? Пока есть возможность, пока есть время, нужно наслаждаться этой жизнью. Например, проблема прошлого года. Ты думаешь, блин, ерунда, что я вообще парилась из-за этого, правильно? Когда проходит время, мы уже мыслим по-другому. Вот часто мне, кстати, пишут в комментариях, что Айка, ты хлеб не ешь. Вот я ем, просто я люблю лаваш. Но в большинстве случаев я хлеб не ем. Мне невкусно. Дело не в диете. Дело не в таких моментах. А еще уже совсем стерлась. Я сегодня, кстати, начала разбирать свой шкафчик с косметикой. И там обнаружила очень крутую помаду. Вот. От Golden Rose. Сейчас не в тему. Про нее сейчас рассказывают. Посмотрите, какой оттенок красивый. Вот я даже не в курсах была, что у меня есть такая помада. Это 141 оттенок. Из серии с витамином Е. Golden Rose. Очень люблю Golden Rose. У меня, наверное, помад 10, если не 15. От этого бренда. Обожаю. Просто самая-самая любимая. А еще я хочу сделать плейлист со влогами. Вы люди, которым нравятся влоги. У меня, я заметила, на канале 400 видео. Вот попробуй найди среди этих видео влог. Это просто с ума сойти. Поэтому я решила сделать плейлист. Для вашего удобства. Что вы думаете? Сыр. Сыр просто обалденный. Деревенский. Мы всегда покупаем только деревенский сыр и яйца. Ну, типа, полезная еда и все такое. Ну, честно, мне все равно, на самом деле. Я могу и здесь сыр купить, съесть. Я не чувствую никакую разницу. Вообще, я во многих вещах такая. Для меня вкусно все. Каждая вкусно как-то по-своему. И все. Ну, давайте поотвечаем на некоторые вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Какую книгу посоветуешь прочитать? Я раньше очень много читала. Хотя по мне это вообще незаметно. Но я читала какие-то детективы. Не классику. Какие-то романы. Последняя книга, которую я прочитала, это... Она была на азербайджанском языке, но это был перевод. На самом деле, это книга Теодора Драйзера. Называется «Сестра Кэрри». Какой же вкусный тортик, слушайте. Это просто умереть, не встать. Вот такой тортик, он стоил в супермаркете то лимонад 60, то лимонад 50. Ну, ориентировочно это где-то 40 рублей. Может 50, нет, 50 рублей. А заходишь в ресторан, открываешь меню. Этот же кусочек торта в ресторане стоит раза в 3 дороже. Тем более рестораны покупают все это оптом. Почему такая большая разница, я не знаю. Конечно, я понимаю, что официант, не знаю, аренда помещения, налоги и все такое. Но, учитывая тот момент, что чай продают по той же цене, что и тортик, да, а расходы на чай минимальные, просто ты остаешься в шоке, господи. Обожаю шоколадный тортик. Обычно, знаете, как я сладкий мукмак отдельно снимаю, что-то вот мясное ем отдельно, сладкое отдельно. А мне кажется, лучше вот так вот миксовать. Вот мне иногда родственники спрашивают, вот какая у тебя, говорит, мечта. Вот ты снимаешь макбанги про еду, ты так любишь покушать. Ты, наверное, мечтаешь о своем ресторане. Или, не знаю, кафе каком-то. То есть у каждого человека есть свои мечты. Но на самом деле в бизнес пока что, пока что, да, я влазить не хочу. И даже если у меня когда-то будет свой бизнес, сейчас я думаю, что это, скорее всего, не будет ресторанный бизнес. Потому что большая конкуренция. Это круто, конечно, иметь свой ресторан, но... Очень много проблем, связанных с этим. Ой-ой-ой-ой, ну как это классно, слушайте. Я как-то в Инстаграме наткнулась на парня. Такой симпатичный парень. Он выложил видео, как он сидит за столом. В компании семьи. И он просто взял такой тортик. И целиком просто засунулся в рот и сел. Я такая в шоке. Я такая понимаю, есть куда стремиться Айка. Вот цель на 2020 год. Так, знаете, огромный кусок торта. Я не знаю, как он поместился. И он так вот... Вот так вот. Последнее. Ребята. Как же это было вкусно. Это просто была бомба. Тортик вообще божественный. Супер. В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Также обязательно подписывайтесь на Инстаграм, потому что завтра будет новое видео. Я его уже засняла. Просто осталось его смонтировать. Но, к сожалению, сейчас у меня нет времени, чтобы его монтировать. Мне уже нужно идти на работу. Когда я приду, будет уже поздно. Поэтому думаю, что, скорее всего, завтра выложу. Но там посмотрим. Видно будет. В общем, постараюсь в ближайшее время. А я вам, в свою очередь, желаю приятного аппетита. Удачного дня. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока.